Вот где горы приблизились вплотную, вот где должен начаться наш пеший маршрут, в этой небольшой котловине полугороде, полудеревне. Мы планировали не задерживаться на курорте, а миновать лесной кордон и выбраться на дорогу в урочище Пхия. Но сразу же за домами как раз и напоролись на шлагбаум подвыпившего, но непреклонного лесника и его быстроглазый Карачайская, может, Ногайская или еще какой-нибудь напарнистый. После часа нервов, требований документов, маршрутов, разрешений и прочей, прочее, Витя в ужасе от возможности общего возвращения в Москву решился на обманный маневр. Перелезть незаметно через проволочные лесничьи заграждения и в наступающей ночи пройти лесом 3 километра за второй кордон. Так и сделали. И наш быстрый маршрут по горному и ночному лесу почти без тропы, молча, как диверсанты, думаю, составил одно из труднозабываемых впечатлений похода. Ночевали мы так же скрытно, без палатки и огня, а значит и без еды, побаиваясь фар, идущих по дороге машин. Вдруг и там лесники и КСП и прочие охранники, только и ждущие, что нас задержать и не пустить. Утром выяснилось, что от нервных переживаний плохо стало Лени. Останавливаться для отдыха нам никак нельзя было, и потому мы едва не дошли до разговора о возможности расставания. Но, слава Богу, Лена собрала свою волю в кулак, Аля взяла ее рюкзак, раздав лишнее, и мы двинулись с осторожностью снова вверх вдоль реки Кизгич. На одном из поворотов увидели под собой туристов. С радостью мы с ним присоединились, ведь по дороге, да еще вместе, шагать легче. Они сегодня прошли кордон, пока кордончик еще не проспался, и очень надеются, что таким же образом пройдем и второй кордон, уже показавшийся на дороге. Так и получилось. Мы подтянулись, и сплоченной группой, едва не танковым тараном, прошли, легонько приподняв шлагбаум над собой. Правда, потом сзади нам что-то обеспокоено и сонно кричали. Еще несколько километров мы шли вместе с этими отчаянными ребятами из Горько, студентами и молодыми специалистами, почти ровесниками нашего Сема, но уже родителями двух-четырехлетних детей и солидными людьми. А потом разошлись. Наша дорога пошла на легкий перевал в Лобинском ущелье, к Пхие, а они двинулись к высоким и снежным горам, красивейшим Софийским озерам. И мы светло им позавидовали, породительски порадовались за таких славных ребят. Спасибо вам и до свидания. Для нас же началась пелешка, поудобной, конечно, но неожиданно длинной, 18 километров дороги. Сначала по привычке боялись проезжающих машин и шли вместе. Но потом поняли, что они шастают на колхозной молокофермы, и до нас им никакого дела нет. И слава богу, никто не собирался здесь нас ловить. Возбуждение от страха сошло. Начали сказываться и усталость, и малосонные ночи, и бескормежье. Потихоньку началось путевое нытье. Однако от километрового столбика к столбику, к полудню мы добрались до предперевальной поляны, до мытья в приятной реке, до костра и полуденного отдыха с нафтей недерею. Вот где мы почувствовали, что все, поход начался. И никто нам уже не помешает. Самый сильный ливень переждали в пастушьем палатке-балагане. Ягин оставался под кольенкой снаружи и мог рассматривать туманные горы и икону черкесов сколько душе угодно. Но вот ливень кончился, и все выползли, отряхнули крылышки и кряхтя, сами без напоминания стали натягивать рюкзаки. Распрощались гостеприимным карачаевским или черкесским парнем и, поеживаясь от послегрозовой свежести, стали подниматься лугом и лесом, похожей на скотской тропе. Как будто проезжие дороги. Хоть и исчезли давно из урочища пхие аборигенные аулы выбитых и выселенных кавказских народов, но дороги и хитропы остались. Раз есть горные луга, земля, значит всегда будет скот, а с ними всегда будут черкесы. Пока мы пробираемся лесом, а потом луговыми полонинами к военным памятникам на перевальном седле, прокомментируем изданную недавно книгу, избранной в произведениях адыгских, то есть черкесских писателей прошлого века. Никогда не знала и в своем невежестве не догадывалась о существовании у этих бесписьменных племен собственных писателей еще с пушкинских времен. Повесть одного из зачинателей черкесской литературной традиции Султан Казыгирея была опубликована в журнале самого Пушкина и удостоилась его восхищенного отзыва. Вот явление неожиданное в нашей литературе. Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей. Черкес объясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке. Послушайте сами, образована черкеса прошлого века. К югу от меня расстелалась долина, и по ней велась дорога, по которой я ехал. С правой стороны виднелись вдали леса на верховьях рек Урупа, Гигела и Лаби. Слева тянулся хребет небольших гор, возвышаясь уступами к югу, к снеговым горам, выше и выше. Я оглянулся и увидел знакомый мне гранитный столб, вышиной в две с половиной сожжения. Сердце встрепенулось при виде бесчувственного свидетеля прошлого, и благородный коинь мой, казалось, узнал мои мысли, быстро-быстро несся скакун мой, как будто узнавал мое желание беседовать без свидетелей с безответным гранитом, так же отторганным, как и я, от круга семьи. Громов ли я, десять лет тому назад, видеть на этом месте русское укрепление, и иметь ночлег у людей, которым я грозил враждой бывшей еще летятием. А теперь я и сам стою на нем русским офицером. Почти все из этих первоначальных черкесских писателей начинали как ученики кадетского корпуса в Петербурге, куда дальновидное русское правительство набирало в качестве полузаложников, мальчиков из самых знатных и влиятельных родов. Всяких хангиреев, выходцев из династии крымских ханов и других. Эти петербургские воспитанники потом становились не только командирами русских войск, но и проводниками русского влияния на своих сородичей, за что иной раз и платили жизнью. Так султан хангирей при Т.Ж. Ерболова после блестящей военной карьеры и трех воин начала царствования Николая I пишет замечательные повести в духе литературного романтизма того времени, так перекликающиеся с романтикой его современников Пушкина и Лермонтова и исследования по черкесской истории. Хангирей мечтал о приобщении своих черкесов к европейской цивилизации через русское покровительство, но разочаровался и потому вышел в отставку, уехал на родину и там рано, в один год с Лермонтов, но 34 лет умер. По слухам, был отравлен. Но были и более полуполучные судьбы. Султан Адиль Гирей, вот, дослужился до чина генерала по особым поручениям и вместе с тем не оставлял литературы, занял свое место в ряду просветителей горцев. Но бесполезным оказалось это просвещение, ведь многих народов сейчас уже просто нет. И как странно читать в этой книге путевые заметки о родных местах Натухаевца, Крым, Гирея и Натова, откуда вышли и мои родители, когда с детства привыкла слышать о Натухаевцах лишь как о вымерших векарях, варварах. Только помянем просветителя Шуру Ногмова, жившего в самом начале XIX века, бывшего сельским мулой, потом военным писарем, поручиком русской армии и судебным секретарем. Умара Берсея, бывшего раба египетского паши, потом переводчика русской армии и преподавателя Ставропольской гимназии, черкесского Крылова Баснописца, наконец упомянем самого значительного писателя этого сборника, Адиль Гирей Кешева. Коламбий был его псевдоним, а родина Ау Кечев Зеленчуцкой округи, то есть как раз эти все места. Вместе с русскими писателями 60-х годов он полон жажды показать черкеса не на коне, не в драматических положениях, как представляли раньше, а у домашнего очага, со всей его человеческой стороны, и делает это с блеском, читать его гуманистические повести наслаждением. И только одна горечь постоянно тяготит это чтение. Почти все эти селения, о которых он пишет, или совсем перестали существовать, как черкесские, или на грани национального исчезновения в русском море. И все беды их от нас, русских, и свидетельством тому поэма Лермонтова Исмаил Бей, про обрусевшего черкеса, перешедшего на сторону воюющего народа. Да, дикие тех ущелья племена, им бог свобода, их закон война. Они растут среди разбойных тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Давным-давно у чистых вод Близ рубежа степной земли Аулы мирные цвели, Гордились дружбою взаимной. Там каждый спутник находил ночлег И пир гостеприимный. Черкес счастлив и волен был, Красой и чудной за горами Известны были девы их, И старцы с белыми волосами Судили распри молодых. Веселем песни их дышали. Они тогда еще не знали Ни золота, ни русской стали. Однажды солнце закатилось, Туман белел уже под горой, Но в эту ночь Аулы мнилось, Не знали тишины ночной. Стада теснились и шумели, Орбы тяжелые скрипели, Трепещущие жены близ мужей И держали плачущих детей. Отцы их, бурками одетые, Садились молча на коней, И заряжали пистолеты, И на костре высоком жгли, Что взять с собой не могли. Но что могло заставить их Покинуть прах отцов своих И добровольное изгнание Искать среди пустынь чужих? Гнев Магомета? Прорицание? О нет! Примчалась как-то весть, Что к ним подходит Враг опасный, Неумолимый и ужасный, Что все громам его подвластно, Что силу его нельзя исчесть. Черкес удалый, В битве правой, Умеет умереть со славой, И ужина его молодой Спаситель есть, Кинжал двойной, И страх насильства и могилы Не мог бы из родных степей Их удалить. Позор цепей Несли к ним вражеские силы. Мила черкесу тишина, Мила родная страна, Но вольность, Вольность для героя, Милей отчизны и покоя. Заночевали мы прямо В зелени у чистого ручья, Задолго до спуска В деревню Пхия. Мы все устали, Несмотря на послеобеденный сон, Вымотались. Сладость ночного отдыха В горной тишине И утреннего самопробуждения Была наградой За первый трудовой день. Но прежде чем расстаться с ним, Нужно рассказать О встрече с карачаевцами На пастушьем сане Близь перевала. Мы постеснялись бы Заходить незваными, Если бы не нужда В уточнении пути И не приглашение каких-то Русских туристов, Довольных и утирающих рты. Идите, идите все, Вас там айраном угостят. И наша жажда, Жадность были столь велики, Что уговаривать не пришлось. За первой миской Прохладного, Густого, Вкусного, Живительного айрана Последовала вторая, Третья. Видя, как мы уплетаем, Парни не только подливали, Подливали, Но даже подсовывали свой хлеб, На удивление свежий, Как его сюда только доставляют. Парни эти, Карачаевцы, Как мы поняли, Работают здесь летний сезон, Сменами. И очень мало похожи По элегантному, Даже праздничному, Колбойскому виду, На тех постоянных пастухов, Которых мы встречали В прежних кавказских походах. Это было какое-то соединение Западного шика И горской свободы и щедрости. Девчонки наши смотрели На этих сынов гор Во все глаза. Конечно, В них много молодой позы, Симпатичной игры, На самом деле, Уже глубоко городских, Вернее, архивских, Полукурортных людей. Так что мне показалось, Что вижу русских, Разыгрывающих здесь черкесов. И потому Ими надеялись становящихся. Особенно, конечно, Сексен Алик. Менее видный Иса Частенько поглядывал в бинокль За скотом на склоне, Который пасли собаки. Конечно, Они не применули упомянуть Всемирно известные Качества карачаевской лошади, Для восстановления чистоты кровей, Которой из Англии Привозили на случку Чистопородного жеребца, Сохранившегося только там, После сталинского веселения. Оно ударило не только по людям, Но и по лошадям. На нашу благодарность За гостеприимство и приют, Которые так контрастировали Со вчерашними переживаниями На запретительном кордоне, На словах, что только С их помощью эти горы Для нас очеловечились, Ребята смущенно отвечали, Да есть в Архызе Один такой придурок, Ух, сколько раз говорили ему, Брось людей пугать, А он завадил, Что служба его такая. Не обращайте внимания, Раз ему надувается. И так им было стыдно За своего соплеменника. Так симпатично было это чувство Родственного стыда, Которое мы, русские, Уже, к сожалению, утратили, Что и мы сами устыдили Своих претензий К кордонщику. И поспешили покинуть Этих ребят, Наследников тех самых черкесов, Которых русская империя Столь долго и столь беспощадно давило. А они вот остаются все такими же, Восхищающими девушек и поэтом. В полудню, После двухразового Огорчительной потери тропы, Мы все же спустились в деревню, Чтобы тут же понять, Что делать нам тут совершенно нечего. Магазин закрыт, Хлеба не купишь, Можно только выпрашивать Подобно нищему. А деревня с черкесским названием Зателена лесорубными русскими, Бог весть каких времен, И потому ни о каком, конечно, Гостеприимстве не могло быть и речи. Даже дети смотрели на нас Совершенно равнодушно. Мало ли шансовут всяких. И поняли мы, Что далеко, Очень далеко До перевоспитания в черкесском духе Наших хмурых сородичей, Так любящих хвалить себя За всемирную отзывчивость И верность Интернациональному долгу. Не сразу, далеко не сразу, Но мы нашли мост к Ласку Через драгоценную зеленую лаву. И пошли вдоль нее Лесной дорогой Наматывать километры Медленного подъема К Санчарской поляне И поворота на Нарзанны, Кислый источник И перевал от Запш. Физически это был нетрудный путь, Но неожиданно длинный, Потому занудный. На нем-то и завязался, Потом и затянулся Мировоззренческий конфликт В нашей мини-группе. Трое взрослых, четверо детей. Группа растянулась, Потому что наши две девчонки, Аня и Лена, Отставали в разговорах И просто в нежелании Спешить превращать Приятную прогулку В утомительный и трудный путь. А поскольку они отставали, Только у них постоянно Паслись двое взрослых. Мама Аля, Которая пыталась разулечь, Подбодрить, воодушевить, Как бы не значай, Завлечь на убыстрение хода. И я Замыкал Группу По самозванно присвоенной власти. И пытался постигнуть Своих девиц Примитивным, Но осознаюсь Очень противным Психологическим давлением. Наступал на пятки, Дышал в ухо, Пытался отобрать Даже те символические рюкзаки, Которые у них оставались. Это Помогало слабо. Но я не оставлял Своих опытных попыток, Считая, Что не должен же Хвост, Задавать темп И руководить головой Группы. Аля не могла со мной Согласиться. Наши споры Продолжались Даже на купании В перерывах. Как новичок в группе, Она не могла, конечно, Возражать громогласно, Но стиль Беспрерывной ходьбы По 20-30 километров В день без отдыха И общения Ей был непонятен. Она пыталась Возвать К нашему слили разуму, Что же вы делаете? Где же Интересы духа? Получая вместо ответа Тезис, Что главное В походе Пройти маршрут Кусок земли От пункта А К пункту Б И этот ответ Не был насмешкой Хотя тогда Я так и не смог Родить из себя Достаточных Рациональных доказательств Просто чувствовал, Просто чувствовал, Что для трепа Не нужно И уезжать Из Подмосковья Что тут Лучше Впитывать Чувства Этих гор И неба Этой земли Историю Ее народу Надеясь На богатство Неизбежных встреч И готовясь К осмыслению Их уроков Да, На маршруте Только труд Ног И облегченная Почти бездумная Голова Занятая Корректировкой Пути И преодолением Мелких И крупных Препятствий Но придет Москве время И мы попытаемся Осмыслить Свой опыт В апреле 87-го года Мы прочли Книгу Анатолия Приставкина «Ночевала Тучка Золотая» О военном Детдомовском Детстве В Подмосковье О потом Ужасах Детского Переселения В 44-м Году На освобожденной От кавказских Народов Земли Действия Происходят Чуть восточнее На чеченских Землях Но суть Тех Преступлений Была Такой же Когда-то В записных Книжках Маркса Я натолкнулся На выписку Из английской Газеты В марте 1863 Года Мы Получили Черкесии Вести Которые Возбудят Негодование Всех Цивилизованных Людей Поджигатели Палачи Польши Вселили Как кажется Свою кровожадную Ярость Своих Товарищей Которым Поручено Покорение Кавказа В деревне Хафифи В области Шапсугов Кстати Это чуть западнее Наших мест Разыграла Разыгралась Людоедская Сцена Воспользовавшись Отсутствием Мужчин Деревни И защиты Царские Солдаты Напали на Беззащитное Население И стали Убивать Жечь И грабить Среди Жертвы Были 18 Старух 8 Детей И 6 Стариков На них Оставлены Доски С надписями Жалуйтесь Теперь Английской Королеве Теперь Не продадитесь Туркам Так Царские Армии Распространяют Цивилизации Вследствие Системы Поджогов Проводимых Последние 5 лет Уничтожены Почти Все Хижины В долинах Население Лишенное Своих Очагов Нашло Убивающих Горах Множество Семей Голодает В отчаянии Они намереваются Подчиниться Русским Покинутые Турками И Европой Эти несчастные Создания В их бедственном Положении Готовы броситься В объятия Врага Однако Большинство Черкесов Предпочитает Умереть С оружием В руках Польское Восстание И восстание В Казанской Губернии Оживили Было Их Надежды Сейчас Физически Трудно Почти Невозможно Верить В достоверность Этих Вестей Конечно Русский Может быть Зверем В бешенстве Может убить И раскрошить Но писать Доски Жалуетесь Английской Королеве Это какая-то Европейская Клевета А значит И все это Западная Клевета Не могут Русские Быть такими Тем Тем не менее Факты Упрямая Вещь Ведь Не Натухаевцев Ни Шапсугов На Пшаде Ни Убыхов Сочи Ни Вжедухов Ни Многих Иных Горских Народов Уже Нет На Кавказе Все Они Истреблены И выстрелены Поголовно Как сообщает Брагаус Именно В 1864 Году Разве Можно Было Это Сделать Без Предварительных Жертв И зверств Без Террора И геноцида Повесть Приставкина Впервые Зрима Показала Как Проходил Геноцид Уже На Нашей Жизни Едут Переселенцы Из Разоренных Войной Земель Едут Дети Измучены Страшным Голодом И зверством Своих Откормленных Детдомовских Директоров Как Бы Мог Их Пожалеть И обогреть Не разоренный А Исконно Гостеприимный Кавказ А Взамен Этого Опустошенная От Людей Страшно Чужая И опасная Земля Вагоны С горскими Детьми И стариками Умоляющими Хи Воды И жуткое Палаческое Спокойствие Часовых И отчаянное Страшное Сопротивление Уничтожаемых Поголовными Облавами Пожарами И стрельбой Чеченцев Сопротивление Через резню Пришельцев Которые Мол Пришли Чтобы Чечен Забрать Мой Земла Мой Дом Мой Сад Кто Ломает Могилы Их Предков Кладбище Чуд Камон Нет Могил Чур Нет Нет И Чечен Зачем Зачем Я Яростный Ответ А я Стрелат Зато Я Убыват После Смертной Облавы На оставшихся В горах Подожжена И вырезана Переселенческая Деревня Разгромлен Деддом Убит Сашка Один из Двух Близнецов Кузьмёнышей Распят На заборе С кукурузой В животе Вот Каков Реальный Страшный Опыт Богатой Кавказской Земли Так Верить Или нет Той Английской Заметки О русском Варварстве Можем Ли мы Верить Страху И Негодованию Европы Тихоам Лермонтова Вся Повесть Приставкина Окрашена Смертной Грустью Лермонтовских Строк Ставших Названием Камертоном Не только Повести А наверное Сей жизни Автора Ночевала Тучка Золотая На груди Утеса Великана Утром В путь Она умчалась Рано По лазуре Весело Играя Но остался Блажный След В морщине Старого Утеса Одиноко Он стоит Додумавшись Глубоко И тихонько Плачет Он в пустыне Додумавшись Додумавшись Сразу Без перехода Горят Аулы За поцелуй За поцелуй Вслед Звучит Кинжал Отпрянул Русский Закрепел И пал Отмсти Товарищ И в одно Мгновение Достойное За смерть Убийц Мщения Простая Сакля Веселяет Взор Горит Черкесской Вольности Костер В Санчарской Поляне Которой зовут Еще почему-то Седьмой пост Мы подошли Неожиданно Просто Не увидели Поворота Восемь километров Назад И думали Что все еще Тянутся Бесконечные Десять Километров Вдоль Лавы Здесь бы Стать Раз минимальный План дня Выполнили Но Витя Спутал нам Все радужные Планы Своим Дополнительным Заданием Подойти Еще И к кислым Источникам У памятника Погибшим Войну Мы встретили Группу Лечащихся Они утверждали Что путь Недолг Всего Три километра А проводники Вьючных Лошадей Отговаривали Нас Видно Надеясь Найти Клиентов Для перехода По простому Хоть и длинному Санчарскому Перевалу Сами пешком А рюкзаки Лошадьми Конечно Дети Были бы за этот Вариант Еле-еле Доплелись За стоянки И только Расставили Палатку Я Отключилась Утром Подъема Не было Спали Волю Поздним Вечером Галя И Аля Добились От Вити Введения Демократического Правления В походе И в качестве Первого шага Позднего Подъема В этот раз Выхода Не раньше Двенадцати Дня Почему Он согласился Не знаю Сама я в эти Игры не играла В девять часов Солнце уже так Нагрело Палатку Что выползли Все И поразились Тому Как хороша Жизнь На этой Многонаселенной Поляне Перед нами Белстихийный Самоорганизующийся Курорт Цветы Травы Конечно От своей Палатки Мы ходили К источникам Не лечиться А пить воды Разных вкусов И с целебной силой И даже купаться Нигде Такой Ядрено Холодной Здоровой Вкусной Воды Мы не пробовали Ведь Холм Ярко Оранжевый От солей Бесчисленных Родников И источников Его Засегдаты Прекрасно Знают Откуда Бежит Какая Вода И от Каких Болезней Желудочных Или там Сердечных А верхнем Уже Средизеленных Зарослей Холодно Булькает Самый Знаменитый Здесь Источник Со Святой Водой Так Прозвали Его Здешние Русские Наверное Атеисты Их Палаточный Городок Совсем Рядом На Выбытых Предшественниками Площадками Когда Народ Прибывает Палатки Занимают Более Отдаленная И ровная Плата Где Устроились И мы В палаточных Рядах Стихийно Образуются Улицы Какое-то Движение Упорядоченные Отношения Доброжелательная Человеческая Очередность Стихийная Община Прообраз Коммунизма И как жаль Если Со временем Придет Сюда Государство Со своим Неизбежным Бюрократизмом Заборами Сторожами И запретами Как Как Было 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 Хорошо Не Пустить Его Громадную Все Калечащую Силу Разве Без Него Здесь Ни Душевно Ни Здорово Откуда В этих Горах Взялась Ванная Которая Подогрев Водичку Отлеживается Какой-то Молчаливый Пожилой Грузин Прямо Гавышом Как Откуда Ведь Действует Не только Тысячелетняя Вьючная Санчарская Тропа Но и Новейшее Транспортное Средство Вертолет На наших Глазах Он сделал В это утро Два рейса Перевозя В основном Грузинские Семьи С бесчисленными Бауми И припасами Тем же Средством Через 2-3 Недели Их доставят Наверное В южные Цивилизованные Города Обратно А сейчас Едва Распрощавшись С летчиками И даже Не устроив Быта Грузинские Мамы На каблучках С прилично Одетыми Детками Спешат На первый Курс Кислых Вод Перенесенные Чудом Техники Конечно За деньги И немалые За частный Вод Эти люди Легко Впишутся Местный Коммунизм Валються Так естественно Что никто И не заметит Их Буржуазной Якобы Сути Что Что тешит Курс Курс Одни приветливо рассказывали про местные воды и гостеприимно советовали лучшее, другие недоброжелательно отмалчивались, как будто мы посягали на их достояние. Конечно, это только наше предположение, но среди пациентов курорта немало участников войны. И, может, среди них есть и те, кто выселял, очищал эту землю огнем и силой для себя, для русских или грузистов. Им-то сейчас каково? Анатолий Приставкин отвечает, а ничего, совесть их не гложет. Собирается по банькам или водам, балуется водочкой и лучком и вспоминает. Как мы тогда этих черных вывозили? Они Гитлеру продались. Десять минут на сборы и в погрузку. Ну а те, что сбежали, ох и лютовали они. Мы их по горам стреляли. Ну и они, конечно. Всех, всех их надо было к стенке. Не добили мы их тогда, вот теперь хлебаем. Этих гадов, как сейчас, помню. У меня грамота лично от товарища Сталина, да. На что мирно улыбчивые дружки кивали и потягивали смутным питьем кружки. Те люди, которые от его имени волю его творили. Не мучают ли их кошмары? Не приходят ли в полночь те неубиенных, чтобы о себе напомнить? Нет, не приходят. Поиграв с мучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Без погон, но по старой выучке, старой школе. И сплачиваясь в банях ли, в пивных ли, они соединяются с глухим звоном немытой кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее. Они верят, что не все у них позади. А мы хотели бы верить, чтобы у этих людей будущего не было. Ибо с такими традициями насилия человечество не выживет. Вымрет. Хоть и приняли решение о курортной гулянке до 12 часов, но жара, скука и перспектива задержаться здесь на целый день взамен моря заставила детей и самих согласиться на более ранний выход. Правда, проковырялись почти до половины 12-го, и потому подъем был жарот и труден. Но поднимались все же слаженно, не растягиваясь, с каким-то настроением к общему преодолению. Ведь, идя по снегу жарким летом, зримо чувствуешь, что предстоящее тебе серьезное. А принятое самим детьми решение возбуждало их самолюбие, заставляло не отставать и даже загонять взрослых. Что значит принятое самим решение? Жаль, что редко, свободно выбирают трудные решения. На немногих привалах мы можем не только полюбоваться ровно-дронами или поиграть в нишки, но и подумать о скором завершении нашего пути по Черкесии. Ведь нам в перевале через главный Кавказский хребет мы пересечем границу российской Карачаево-Черкесии и Грузинской Абхазии, Европы и Азии. Там проход продлится, но уже в другом мире, в другой стране. И нам нужно сейчас, перед прощанием, попытаться понять увиденное. На своем уровне, уверенно, мы и наши дети испытывают восторг не меньше, чем поэты. Все русские, которые попадали, и еще попадут в эти края, Всем нам Кавказ дарит необыкновенные подъемы, Возвышенные дали и горни и выси, Своих вершин и своих народов. Приветствую тебя, Кавказ седой, Твоим горам я спутник не чужой. Они меня в младенчестве носили И к небесам пустыни приучили. И долго мне мечталось с этих пор Все небо юга, да утесы гор. Прекрасен ты, суровый край свободы, И вы, престолы вечной природы, Когда, как дым синее облака, Под вечер к вам летят издалека. Как я любил Кавказ мой величавый, Твоих сынов воинственной нравы, Твоих небес прозрачной лазурь И чудный вой мгновенных гор громких бурь. Меж тем белее, чем горы снеговые, Идут на запад облака другие, И, проводивши день, теснятся в ряд, Друг через друга светлые глядят Так весело, так пышно и беспечно, Как будто жить и нравится им вечно. А вот отплачивали мы, русские, Кавказу, до сих пор плохо, Смертями, ссылками и несвободой. Как будто вымещали на них все зло, Что приносила нам империя. Но так всегда быть не может. Так жить нельзя. И, конечно, свободная и счастливая Россия Невозможно без, наконец-то, свободных, Живущих своею жизнью кавказских народов. Только не мешать им. Через час с небольшим Мы поднялись от источников К предперевальному озеру, Откуда двумя тропами Можно было через снег Подняться к самому отзапшу. Здесь, на отдыхе, Около нас, тяжело дышавших, Как-то легко и даже играючи, Появились два молодых карачаевца. Откуда и куда они бежали, шли, Мы до сих пор не догадались. Но именно они указали нам Самый короткий и удобный путь. Старший категорически отказался от еды Из-за себя и за одиннадцатилетнего племянника. В горах нельзя перегружать себя едой. Они бегом устремились вперед к тропе, Заскакали горными стернами. Вот кому мы восхищенно позавидовали. По их примеру встали И начали последний подъем И мы. Сначала серпантин По крутому боку заросший осыпи, Потом по верхним скалам Бокового гребня И, наконец, По верхним снегам. А потом Обычный путь Вдруг как-то превратился В опасный путь По крутому снежнику И без всякой веревки. Сорвешься ведь непонятно, Где остановишься. Дети это сами почувствовали. Нет разговоров, Полной самоотдачи И осторожность В ответ на мой тревожный голос. Тверже ставьте ногу, Выбивайте ступени, Вбивайте ногу. И вот передовые добрались До снежных верхних сугробов. Соскочили на камни Самого перевала. Там, за перегибом. Один жадный взгляд На зеленый и бесснежный Южный Абхазский мир И восторженный крик. Ура! Перевал! Потом сбросить Облегченный рюкзак И изготовиться, Чтоб заснять тех, Что поднимается Впервые на этот Единственный В нашем походе Серьезный перевал. Но что там За крики радости внизу? И мы с Алешей С удивлением видим, Что наши женщины Поднимаются Совсем нетрудно, Со смехом, Грациозно, По-женски, Как на прогулке. А следуем, А потом и вперед Взлетает С тремя их Или четырьмя рюкзаками Тот же самый Горный парень, Как истый рыцарь, Джентльмен гор. Парадный кадр, Выполненный По просьбе Нашего проводника Мудалифа Вместе с племянником. На фоне Родного ущелья И кислого курорта Вовын он Желтым пятнышком Средь зеленых гор. Легкость И естественность В движении, И простота одежды, Только альпинистская Веревка на поясе Для страховок И ЧП. Сила И благородство. Вот было бы хорошо, Если бы наши Девчонки От своих Будущих Суженных Ждали Такого же Достоинства И силы Тела И духа. И сыновей Своих Такими Пожелали бы Вырастить. Этот Ленин Снимок Сделан Вятки В самом начале Нашего летнего Похода Три недели Тому назад Увидев, Она ужаснулась, Скрывшись на нем Застарелой Утомленности И жизненном Недовольству. Неужели Это я? Неужели Уже все? А я отвечал, Да нет, Это только еще Не изгладившееся Влияние Городской усталости. И вправду, Прошло Три недели, И на Кавказском Перевале Не только я Залюбовался Вдруг Вернувшись К ней Силе Молодой Радости. Вот для чего Всем нам Нужны горы. И смотревши За такой Раздачей Даров, Юная Лена, Взявшая На себя В группе Роль Скептика И духовного Нам оппонента, Наверное, Тоже не могла Не оценить, Не отдать Должное Перевалу, Не впустить Радость В душу. Будем На это Надеяться. Наш проводник Мудалив Ненадолго Стал Гидом, Показывая Не только Памятники Защитникам Кавказских Перевалов, Но и Более Интересное Остатки От немецких Оборонительных Блиндажей И доты, Обращенные На юг. Оказывается, В войну Немцы Сходу Захватили Санчарскую Тропу И первое Абхазское Селение. Но вскоре Из-за Недостатка Боеприпасов Отошли К горам И долго Стояли На перевале Охраняя От наступления Русских И грузин Оккупированную Черкесией Кубани. Без него Мы этого Не увидели. Так что Памятник На перевале Недостатка 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 И вправда, Когда после Отдыха И прощания Мы сами Спустились На южную Сторону И проходили Грузинский Пастух Истанк, То удивились Неприветливости Его хозяев. Ни воды Напиться Не дали, Ни Привета, Ни Совета. Как будто К представителям Чужой Стороны, Как К перебежчикам. И это От хлебосольных И радушных На своей земле Грузин? Ну вот, Воспользовавшись Паузой В разговоре, Карачаевцы Попрощались И легкой рысой По перевальной Тропе Побежали На запад, Оставив Нас Отдыхать На месте. Испытав Эмоциональный Сплеск Последней Подарочной Встречи С хозяевами Гор Мы Долго Отдыхали Наслаждались Своим Перевалом, Зная, Что в жизни Таких Радостей Не так Уж Много. Аля, Конечно же, Видела Все В космических И биоэнергетических Понятиях. Ей Так Блескала Звышная Горная Символика, Что-то Надземное И Фантастичное. Мы же Давайте Вспомним Всю Пройденную Увиденную Черкесскую Землю. И Ставрополь, Где русские, Подобно Лопатину, Усваивали Черкесское Достоинство И свободу Нравов. И Новую Столицу Черкес, Старые Христианские Храмы Над Карачаевском И над Зеленчаком В Архизе. И, Конечно же, Всех Встречных Горцев, Всех, От доброго Пастуха Ушанского Храма, До гордого Карачаевского Горца На рубеже Перевала. Этим Кадром Настоящего И будущего Этой земли И хотелось бы Звершить фильм Про Черкесскую Карачаевскую Земли Народы. Пусть Они останутся В памяти Наших детей Примером Для подражания. Оно Радостью Судовелось Их видеть. Спасибо Вам И Вашим Предкам Кавказские Люди За свет Свободы В наших Душах. И пусть Никогда Не приходят К Вам Слуги Царя Или Сталина. Живите Вечно Всем На радость. Продолжение следует...